Приветствую вас, друзья, в Скайриме. Мы как бы выполнили квест соратников и как бы набрали огромное количество вещей, которые сейчас как бы нужно унести и продать. Слишком много как бы, но... Все это как бы ведет к одному результату. Обогащению? Как бы. Ну что, выходим отсюда. Нам уже в следующий раз, когда мы сюда вернемся, добирать различного рода эбонитовые мечи, секиры, и что мы там еще пооставляли, будет гораздо легче. Потому что мы придем с Лидией, а не с Фаркасом. Фаркас, уж извини, но ты, если честно, не ахти какой компаньон. Очень сильный, мощный, но положить в тебя ничего нельзя. А вместе с этим умирают и все остальные достоинства. Куда нам? С соратником? Ну, начнем мы с Вайтрана. И будем будоражить Адриану, которая работает в кузнице и готова будет купить у нас много разнообразного рода вещей. Так, Адрианы нет. Значит, идем отдыхать. Смотрите, такое впечатление. Будто наша дверь приоткрыта. А ведь оно так и есть. Она прятана, там кто-то есть. Достать оружие! Кто же в нашем доме теплых ветров? А так мы ее закрыли, видите? Теперь можем ее приоткрыть. Нужно быть внимательным. Чего? Меня что, в своем доме уже не разрешают оружие одеть? Лида, голос прорезался. Или как это назвать? Фаркас, какого хрена ты за мной бегаешь? Отвянь уже. Дай отдохнуть. Я спать хочу. Над душой собран. Ну ладно, товарищ. Боевой товарищ. Давай вместе поспим. Девять часов. Мне же нужно девять часов хорошего скайримского отдыха. Эх, сегодня я тоже ночью спал. Когда проснулся, было еще темно. Стараюсь сейчас выработать график. Примерно в одиннадцать ложится. Потому что, ну, в час ночи, как в последнюю неделю ложился. Это, конечно, не очень хороший вариант. Фаркас. Сдуйся. Сейчас я прочитаю свое любимое заклинание. Извини. Долгой жизни тебе, Тан. Долгой жизни тебе, Тан. Так вот, когда проснулся, такое приятное ощущение буяло, что... Не надо идти на противную работу, потому что, когда ходил на строительство, меня это так задолбало. Вставать рано, переться в общественный транспорт, трястись там. Нет, люди меня не раздражают. Больше, скорее, раздражает сама обстановка. Музыка какой-то там, шансончик или что-то еще. То, что вообще не хочется слушать после саундтреков из игр и фильмов. Дрианчик. На людей, наоборот, интересно посмотреть, послушать, что они там разговаривают, что рассказывают. Когда-то слушал аудиокниги в автобусе. Потом наушники я, наверное, таким образом, благодаря своей строительной работе, сломал три или четыре комплекта наушников. Так вот у меня получалось. Дайдрический кинжал. Продадим. Или зачаруем и будем воевать с ним. Давайте дайдрический кинжал оставим. Эбонитовый двуручный меч. Точно продадим. Дает шанс парализовать противника на четыре секунды. Это наш лук. А мы можем зачаровать, по-моему, уже на два зачарования. Поэтому новый эбонитовый лук будет куда кстати. А эбонитовый меч, если противник умирает в течение десяти секунд, заполняет камень душ. Дает шанс парализовать противника на пять секунд. И чего ж я тогда пользуюсь своими заклинаниями? Ну, быстро исчерпывается, конечно. Эльфийская секира продаем. Эльфийский лук продаем. Эбонитовый лук оставляем. Эбонитовый меч. Один можем продать, а можем отдать его лидии. Стеклянную булаву лучше продадим. А, нет, 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 нет. Купим что-то у нее. Железные руды. Несколько штучек эбонитовых слитков возьмем. Для улучшения на запас. Теперь можем продать ей стеклянную булаву. Один эбонитовый меч. Буду ли я возиться с дайдрическим кинжалом? Сколько еще таких кинжалов найду? Ладно. Сдам, продам, отдам. Наручи. Шлем. Стеклянная броня. Тяжелый шлем. Продадим. И стеклянную броню продадим. Красноречие повышается до 55. И все. У Адрианы все. Если что понадобится, загляни в магазин. Да, Фаркас, сейчас мы выполним квест вместе с тобой. Парни, вы страшно выглядите. Не хочу с вами сталкиваться. Нужно что-то. Но, 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 но. Мы зачаровывать-то особо и не сможем, так как навык зачарования у нас 41. Как быстро. Увы и ах. Белеттор, дружище, бретонец. Иди сюда. Кто-то зовет мой товар мусором. Но для меня это сокровище. Великий посох отторжения. Подпавшая под действие нежить уровня 8 и ниже обращается в бегство. Не надо нам такой. Посох молний. Две штуки. Выглядят очень по-разному. Вот этот интересный. Абсолютно одинаковый. Идентичный в своих способностях. Дракошка и какой-то фалмерский, наверное. Что у тебя есть? Железную руду. Большой камень душ с большой душой. Маленький камень душ. Возьму у тебя еще. Серебряную руду. А продам тебе за это все дело еще один посох молний. Из одежды. Из одежды. Это мое. Обруч с изумрудом можно толкнуть. Главное не перепутать деревянную маску с деревянной миской. А то продам. Деяние новичка школы. Серебряное жерелье с сапфиром. Стальной шлем настоящего лучника. Луки наносит 25% больше урона. Нам-то это зачем? Не нужно. Продаем. Там морское одеяние. Тоже продаем. Сапожки не отдаем и не продаем. Книги. Древний том. Вес 1, стоимость 2. Что в нем? Вот мне интересно узнать. Поэтому не продам. Продам это. Аметист. Безупречный. Продам и все. А что у тебя купить можно? Сильное зелье лечения. Сильный яд антимагии. Яд упадка сил. Допустим. Яд антимагии. Зелье лечения. Зелье исцеления болезней. Яд упадка сил. А тебе разных хамитистов. А тебе разных хамитистов, безупречных гранатов, рубинов. Продадим сапфиров. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Четыре граната. Слиток золотой. Ртутные руды. Руды пока продавать не будем. Серебряный слиток можно продать. Одежда. Сапоги нет. Ожерелье сапфиром. Да. Тоже мне мерещится деревянная миска. Вместо маски. Стеклянные стрелы. Ну, держи. Продаю все. Чтобы не мешала стальная стрела. Держи. О. Вот это мне не нужно. Держи. Тоже не нужно мне. Тоже мне не нужно. Эбонитовые стрелы и доедрические стрелы пусть остаются. Уж больно высок. Урон. 24 и 20. Подойдет. Еще один абонитовый меч. Но это мне на расколдовку. Эльфийские стрелы. 274. Значит, продадим поменьше их. Вот так вот. Все. Старговались и с тобой, дружище. Та предметы 266 и 429. Но я уверен, что я что-то такое с собой ношу, что может быть лишним. А если посмотрю в разное, точно ничего у меня тут отягчающего нет. Железная руда, золотая руда, камни-душ, обломок. Вот вес 2. Вот это можно отнести. Ладно, Фаркас, пойдем. Альбонитовые слитки заберем, дома положим. Идем по квесту с тобой. Новый уровень потом возьмем нам наверх, как минимум. Боги улыбаются тебе, друг. Да, я вообще богоизбранный какой-то. Мы вернемся туда, в этот Каирн, в котором мы были для того, чтобы собрать. Но сначала надо избавиться от лишней. Там яблочко завалялось. И куда нам? Нам на улицу. Тут никого нет. Можно брать и жрать, если бы Фаркас не смотрел. А то он нас смущает как-то. Не берется и не жрется при нем. Что за ребята? Братья и сестры по кругу. Сегодня мы приветствуем новую душу в нашем братстве. Этот муж был испытан, бросил вызов и показал свою доблесть. Как приятно это слышать. Кто поднимет свой голос за него? Я свидетельствую храбрость этой души. Поднимешь ли ты свой щит в его защиту? Я прикрою ему спину и целому миру не победить нас. Обнажишь ли ты меч в его честь? Он готов вкусить кровь его врагов. А поднимешь ли ты кубок в его честь? Какой интересный ритуал. Я запою победный гимн, когда в праздничном зале будут говорить о его славе. Тогда круг решил. А я тебя недооценил, Фаркас. Подписывайся. Подписывайся. Что ж, мальчик, теперь ты один из нас. Надеюсь, ты не подведешь. Так, обломок удален. Поговорить с предводителями соратников о задании. Что побудило тебя присоединиться? Нет, этот вопрос я не буду задавать. Это верно, что соратники Вервольфа тоже не буду задавать. Задание. Слушайте, у них у всех есть задание. С кого бы начать? То есть, все зависит от стойки, как ноги ставить. Иногда мне снятся туман. Когда размахиваешь тяжеленным клинком выше пояса. Давайте начнем с девушки. Это мужики, мужики. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Вот такая рила-охотница. Не то слово, когда смотрю на тебя. Что побудило? Так, я ищу работу. В Интерхолде просят нашей помощи. Похоже, что к ним в дом залез какой-то хищник. И нужно выгнать эту тварь. Хорошо. Я знала, что на тебя можно положиться. Это просто зверь, но берегись. Звери в Скайриме серьезные противники. Борьба с вредителями. Окей. Произвести зачистку цель Пещерный Медведь. Первый квест взяли. Ну и будем последовательно... Альдверскому доминиону позор пал на всех нас. Тут все болтают про тебя и Скьора. Если тебе дороги уши, сделай вид, что ничего не слышала. Разве это запрещено? Не то чтобы запрещено, но все равно это неправда. Вот и все. Чего-чего там между вами? Ладно, не буду пока вмешиваться. Знаю, что любой разговор может привести к квесту. Один квест у меня есть. Но! Но! Что мне нужно? Мне нужно, наверное, сейчас вернуться. Да добрать все. Ценное, ценное, ценное. А где мы были? Слушайте, а где мы были? Я уже забыл. Фу, я реально забыл. Пещера заблудшая эхо. Не там же мы были. Логово Плута. Приют. Древний Каирн. Тут вот мы, наверное, были. И вещичек добрать. А я Лиду с собой не взял. Ну ладно, мне веса должно хватить, по идее. Лида, ты не со мной? Надо было вернуться домой, добрать ее. Взять. Открываем дверь. Пока тут никто не завелся. Усатый, полосатый и страшный. И за деньгами. За деньгами внутрь. Сразу сворачиваем. Переход. Потому что все цены в основном лежат именно здесь. Вот так вот мы попадаем. Попадаем. Все тут дрожат, трясутся. А мы ищем эбонитовый боевой топор. Берем. Первая ценная вещь. Стоимостью 300-400 монет. Эбонитовый меч. Тоже берем. Еще один эбонитовый меч. Муку тоже возьмем с собой. Еще один эбонитовый меч. И 100 еще веса мы можем унести. Медный обруч с сапфиром. Стеклянный боевой топор. Берем. Стальную булаву оставляем. Пусть она здесь лежит. Разбогатею. Еще один эбонитовый меч. И еще один эбонитовый меч. Золото. Видите, даже золото забыл взять. Это не похоже на что-то ценное. Тут еще есть парочка лежащих трупов. Эбонитовый боевой топор. Ну, возьму. Это было твое. Мука. Выход нам заблокировали. Что ж такое. И еще чуть-чуть. И мы открываем его. По-моему, по пути назад еще был либо лук, либо что-то подобное. Драуграф, я так понимаю, бесполезно осматривать. Их всех я уже обобрал. Разве что я кого-то пропустил. Кожаная броня нет. Не берем. Имперский шлем тоже. Так, надо включать нюх на деньги. У меня аж такое имеется. Деньги, деньги. Где деньги? Может тут? Тут их нет. И где-то мы тут драуграф лупили. Может быть что-то им оставили. Где трупики этих драуграф? Где-то лежат же. Ждут своего финального часа. Нет, тут их нет. Хитины Коруса возьмем. Да, мы их тут выбрасывали. Когда-то носить не могли. А сейчас вполне сможем продать. Так, драуграф я тут не вижу. Таки подысчезли пару трупов. И вот они, наши ценности, что мы выкидывали. Пусто. Пусто. Испорченные книги. Пусто. Урночки пусто. А что мы тут? Все забрали. Так, ну по-моему это последнее место, где мы... Давайте возьмем парочку испорченных книг. Сожженную книгу не берем. Ну и железный слиток возьмем с собой. И не один, а аж два. Все. Больше ничего ценного тут нету. Это куда? Дорога. Ага, вот она дорога назад. Хотя трудно сказать, какой путь был бы короче. Ну давайте поверим, что этот. Можно даже пробежаться. Когда бежишь через все эти переходы, вроде не так и далеко. А когда... Блин, что я беру? Ценой собственной жизни прорываешься? Совсем по-другому к этому делу относишься. Последний взгляд. Ребята, друзья, надеюсь я ничего не упускаю. Вроде бы ничего. Настало время покинуть это место. И делаем такой вывод. Эбонитовые мечи в основе своей мы продаем. В принципе. Смысл нам их зачаровывать? Один, наверное, Лидия дадим. А смысла зачаровывать их и нет. Пока мы прокачаем зачарование до нужного уровня, мы уже найдем дайдрический меч. А тот меч, который у нас есть, нам подходит. Это разве что мы были бы такими жадными, что... Туда, что ж ты бегаешь? Везде. Просто складировали бы их. Но мы ведь не плюшкины. Верно. Так что нам они не нужны. Возвращаемся в Вайтран. Адрианы будем надеяться, что... Денюжка есть и у Адрианы, и у Беллитора. Прокачаем еще один уровень красноречия. За одно. Тебя видели в компании соратников. Правильной дорогой идешь. Серьезно? Если... Да все, что доброму воину нужно. Нет, у Адрианы золота нет. И ничего ценного у нее тоже, увы, нет. Может, одежда какая-то особенная. Эбонитовый шлем есть. Эльфийские перчатки, оружие. Если бы у тебя диэдрический кинжал был, или не кинжал, точнее, а этот самый меч, я бы у тебя его купил. Подождите, а у нас одноручное оружие, типа, как прокачано до сотни. Может быть, взять такие назад абонитовый двуручный меч и начать качать его. Или найдем уже. Ладно. Если что понадобится, загляни в магазин. Ей ничего не продать. У Беллитора, соответственно, тоже денежка наверняка не откатилась. Остается только посмотреть... Разврат. У Йорлунда или Йорлунда Серой Гривы. Сейчас посмотрим. Йорлунда. Не остали. Ковать не перековать. Что у тебя на продажу? Слава богам. Оружие. Двемерский двуручный меч. Железная стрела. Кирка. Небесная стальная секира. Небесный-небесный стальной меч. Орочья стрела. Охотничий лук. Эбонитовая секира. Эбонитовая булава. Так, одежда. Волчий шлем. Волчьи перчатки. Вот интересно. Волчья броня. Ну, все это хуже, чем то, что на мне надето. Эбонитовый щит. Железную руду возьму. А начну с продажи тебе корундового слитка и двух железных. Тут вроде все. А вот в оружии. Боевой топор. Один. Боевой топор. Два. Один мечик могу продать. Все эльфийские стрелы. Это благородное ремесло. Я покажу тебе все, что умею. Да, да, давай, дружище. Кузнечное дело до 68 пол. Получается. Я бы еще выучил. Теперь до 72. Все. Угу. Угу. Слава богам. 10 тысяч золота. Часть могу вернуть. 5 мечей. Может даже лучок продать. Когда я там начну колдовать? Ну, давайте продадим. Стеклянный боевой топор. Тоже туда же в топку. Эбонитовые стрелы. Нет, стрелы не продам. А какие у меня нордские резные сапоги. Отличные. 68 доспехи. Эбонитовые сапоги. Нордская, нордская, нордская. Да ладно, держи. Сапоги тоже. А из разного. Да и нафиг теперь мне эбонитовый слиток. Все продал. Ртутная руда. Серебряная руда, золотая руда, железная руда. Нет, это оставлю. Все. Это все? Да, да, дружище. Все. Деньги я свои больше не верну. Ой-ой-ой, не туда пошел. Ну что ж. Вот такие вот перепродажи туда-сюда. И нам пора выполнять квест, который нам дала Эйла Охотница. Но все это будет, видимо, в следующей серии. А сейчас за кадром я, наверное, проведу зачарование и подобные вещи. Но прежде отправлюсь к Лидии. Может, у нее есть тоже что-то интересное, что можно было бы продать. Что ж, друзья. Нечего бездельничать. Тогда я с вами прощаюсь. И правильное напутствие нам дает охранник Вайтрана, стражник. Говорит, нечего бездельничать. Лида, а ты где? У себя там, что ли? Лидосик. Играйте в свое удовольствие, друзья. И... Пейте тоже в свое удовольствие. До следующих видео. Играйте в свое удовольствие. Играйте в свое удовольствие. Играйте в свое удовольствие. Играйте в свое удовольствие. Продолжение следует...